Это подкаст Сингенты. Коллеги, всем привет! Меня зовут Максим Коростиев, и я технический эксперт компании Сингента по садам и виноградникам. И мы сегодня с вами начинаем серию подкастов, которые посвящены защите сада. И тема первой нашей встречи – резистентность в садах. Мы не случайно подобрали эту тему для освещения, потому что про эту тему много говорят, много всего непонятного, и мы с вами сегодня постараемся разобраться в этой теме и поговорим именно о резистентности к карбоксамидам. Почему взяли карбоксамиды? Потому что это новый класс ДВ. И вы знаете, что совсем недавно у компании Сингента вышел новый, самый эффективный фунгицид против парши – это Миравис технология Адепидин. И на сегодняшний день, кроме Миравис, еще существуют и другие фунгициды с этим же механизмом действия. Это такие, как баскалит, флуапирам, флуксапироксат, изопирозам, пентиопират и, возможно, появятся еще. И поэтому наша с вами задача на сегодняшний день – сформировать понимание о том, а как же правильно их применять для того, чтобы эффективность этих фунгицидов сохранялась долгие-долгие годы. Сразу скажу, что рекомендациями по применению фунгицидов занимается Международный комитет под названием ФРАК. И если мы с вами откроем сайт ФРАК и посмотрим о кратности применения карбоксамидов в садах, то мы увидим, что независимо от целевого объекта, если вы применяете больше 12 фунгицидных обработок, а в садах, как правило, мы проводим от 12 до 20 и более фунгицидных обработок, то всего из ДИЧА и фунгицидами карбоксамидами мы можем сделать не больше 4, и то в случае, если мы работаем в смеси с другими контактными фунгицидами, либо фунгицидами отличного от этого механизма действия. И если мы применяем МОНО, то есть без партнера контактника, то это не больше 3, то есть надо запомнить цифру, что не больше 3-4 обработок в садах. И существуют определенные правила их применения, то есть последовательно карбоксамидами мы можем сделать не более 2 обработок, то есть всего в системе у вас их может быть 4, но последовательно не более 2. Дальше нам нужно с вами разорвать блок этих обработок фунгицидом с другим механизмом действия и продолжить карбоксамидами. Кроме этого, на сегодняшний день карбоксамиды относятся к среднему риску возникновения резистентности. И этот показатель, он постоянно увеличивается, и уже некоторые исследователи относят карбоксамиды к фунгицидам с высоким риском возникновения резистентности. И в связи с этим рекомендуется прежде всего профилактика, то есть мы с вами не должны лечить паршу карбоксамидами, мы должны работать профилактически, то есть заранее. Кроме этого, хорошим приемом для сохранения эффективности является применение баковых смесей вместе с контактными фунгицидами. И нужно понимать, что есть еще и агрономический риск, то есть в каких условиях мы применяем карбоксамиды. Если это загущенный сад, плохо обрезанный, там долго держится влага, то риск резистентности повышается. Соответственно, мы с вами должны обеспечить проветриванность крон, вовремя обрабатывать, и тогда у нас риск снижается. Кроме того, мы должны с вами еще чередовать механизмы действия в системе. То есть мы должны программу защиты строить не только эффективно, но еще и с чередованием различных механизмов действия. Знайте и помните, что соблюдение рекомендаций фраг по применению карбоксамидов обеспечит их высокоэффективность сейчас и в будущем. Хороших вам урожаев! Я с вами прощаюсь. А темой следующей нашей встречи станет гнили сердцевины плодов, и мы с вами поговорим о том, как же грамотно строить защиту против этих заболеваний и какие сегодня есть решения. До встречи!